привитание хочу проверить еще одно свое наблюдение о дружелюбности флаусов чужим к мурашками с чужого муравейника вот и тут под заморозил немножко мои которые лавусятки с непорочного зачатия ждут заодно проверю добавлю к ним чужих мурашек и посмотрим как они примут или не примут так понеслась кучка чужих мурашек закрываем крышечку и смотрим чем все закончится так замороженные мурашки там лежат должны в себя прийти но посмотрим матки среди них нет яйца и куколок тоже для тех кто не верит в мое непорочное зачатие яйца и кучку куда полезно что я вижу что чужие мурашки подают сигналы бедствия то есть они так резко подергивают брюшками подпрыгивают на месте но свои мурашки особо паники не поднимают свежеброшенная кучка они просто поприлипали там что-то вокруг нее такой ажиотаж вижу здесь своя мурашка обнюхивала там маленькую чужую мурашку но вроде как не проявляют агрессии вот вам пример загадочности флаусов подземных жителей абсолютно разные муравейники причем этих мурашек я обнаружил совершенно случайно привез их в кочане капусты за сколько там километров от нас 70 километров от нас вот этой вот мурашки залезли в эту капусту вот эта кучка ну а эти уже совсем близко от дома были собраны то есть разница между этими семействами примерно 70 километров все не больше а то и 80 потому что еще по городу десяток километров еще за городом 70 то есть это 80 километров разницы совершенно чужие мурашки ну и что мы видим видим что на них не нападают съесть и убить не пытаются вот вами аргентинские муравьи которые по всему миру друг друга принимают тут обычные флаусы под боком не дерутся я пробовал еще до этого экспериментировал без заморозки подбрасывал тоже из своего большого муравейника сюда и нормально трупов не вижу так что к 300 спартанкам добавилось еще штук 50 новых спартанок ну что ж они лезли в эту капусту не выбрасывать же их на верную погибель вот они будут участвовать в эксперименте ну что пока что могу сказать что массовых побоищ не происходит новоприбывшие сидят он тоже облизывает своя мурашка чужую то подергала брюшка подала сигнал что она сама в шоке и та отбежала ладно в шоке так в шоке ну что ж от заморозки они все отошли сидят там облизывают друг друга замороженные свежие свои что то вообще не реагируют никак сидят там разведчики сползают но не нападают у лазиусов ниггеров бы уже пошла паника война и чужую мурашку боже распнули распяли и уничтожили так что флоусятки у нас дрожжелебные чего не получилось у меня с другими муравьями даже через заморозку они друг с другом начали драться не воспринимали друг друга чужие запахи может здесь еще что эти в капусте просидели сколько там неделю потеряли запах своей мамашки и эти которые сидят в формикаре тоже уже больше недели тоже растеряли может они друг друга принимают потому что у них нет ярко воображенного запаха мамашки ну массовые драки по ножовщины я не вижу как бы наблюдал до этого когда бросил мурашку из большого муравейника в этот то схватили за усы где-то минут пять держали за усы ее но потом отпустили она побежала дальше по своим делам так что можно сделать вывод что флоусята дружелюбны друг другу а вы тут аргентинскими муравьями восхищаетесь которые там такие экзотичные принимают друг друга прям один большой муравейник у нас тут лаусы под ногами мощьте на вид непонятно почему он не заполонил эту планету спасибо за просмотр дружелюбие лаусов я считаю подтверждено до свидания